Здравствуйте! Очень приятно видеть всех. Так, желаю вам хорошо провести время в Израиле. Наш урок сегодня посвящен возвышению души Буллер Валентина и дочки Гавриила и Эстер. Меня просили начать урок с этого. Теперь тему урока, я предполагаю, что люди знают, но я ее повторю в двух словах. Является ли критика способом строить хорошие семейные отношения? Так, почему такая тема? Потому что, с одной стороны, все, кого я знаю, убеждены, что как же вторая сторона научится. И не только вторая сторона. Я сейчас говорю про детей, родителей, учителей, учеников. И вообще, как мы научим людей вести себя правильно, если мы им не объясним, где они ошибаются, не покритикуем их, не выскажем правильное мнение. Так, теперь, кто знаком с иудаизмом, начинает это даже обосновывать на том, что у нас есть митсва, скажи ближнему своему, что он в чем-то поступил неправильно, и не дай ему нести греха на себе. То есть, если ты смолчишь, а он не знает, что это грешное поведение, так он будет и дальше продолжать грешить, а вот надо сказать. Так вот, вроде это все совершено замечательно. Более того, я еще одну вещь хочу добавить. Большинство были именно так воспитаны, то есть, что называлось воспитанием. Я готова просто поспорить, что у большинства здесь есть гораздо больше воспоминаний о том, как им родители или старшие братья и сестры или учителям высказывают какие-то критические замечания, чем что им высказывают похвалой. Так обычно критикуют гораздо больше. Так если это все так хорошо и замечательно, и если критика такая полезная штука, то почему на нее все так обижаются? То есть, обычно, как бы, да, ко мне приходит пара. Одна из вечных жалоб это, что он, она меня беспрерывно критикует, все время, как, хотят исправить, помочь правильно построить человека. Вроде все должны быть ужасно довольны. Ну, если тут кто-то честно любит критику, то я его очень сильно уважаю. Я не очень. Так мне гораздо приятнее слышать комплименты, чем когда меня критикуют. Наверное, я такой странный человек. Так, но... Но я вот такая. Так вот, и почему-то те, с кем я встречаюсь, в большинстве своем тоже такие. Так вот, давайте попробуем. Первое. Почему на многих людей критика настолько разрушительно действует? Второе. Что же все-таки делать? Как объяснить человеку, что он неправ, если критиковать нельзя, а я вроде веду туда? Так? И третье. Как надо критиковать? Потому что бывают случаи, когда совершенно необходимо высказать что-то критическое. Значит, давайте начнем с самого начала. Каким образом складывается мнение человека о самом себе? Очень редко на основании того, что он сам о себе думает. То есть я знаю кучу женщин, которые в моих глазах красавицы, они себя считают некрасивыми. Людей, к которым приходишь, и ты думаешь, какой молодец, и какая хорошая хозяйка, а она нервничает, убеждена, что все не в порядке. И так далее, и тому подобное. То есть мы обычно смотрим на себя через очки других. И строим свое мнение о себе на основании того, что другие говорят. Теперь. Вся система воспитания, по крайней мере, в Европе в последние сто лет выглядела так. Скажем человеку, в чем заключаются его недостатки, а то, как он их будет знать, и как он с ними будет бороться. Поэтому с самого раннего возраста детям объясняли, что они делают не так. Теперь, когда я разговариваю не с молоденькими девушками или молоденькими женщинами, а с мамами, я им часто говорю, вы убеждены, что ваши дети знают, что вы их любите. На основании чего ваши дети должны знать, что вы их любите, вы для них столько делаете. Так? Вы кормите, поите, стираете грязные вещи, берете к врачу, не спите по ночам и так далее. Так вот, я говорю, мама, мне жалко сделать вам тяжелой сюрпризы, неприятной. Но дети совсем не видят в этом признак любви. Только когда они подрастают, понимают, как это сложно и так далее. Потому что любой ребенок рождается с тем, что дома есть вот такой... Я всегда говорю, два робота, папа и мама, которые существуют для того, чтобы выполнять нужды ребенка. Иногда крутится еще пару роботов. Бабушка, дедушка, старшие братья, сестры. И вот они запрограммированы делать то, что ребенку нужно. Думать, что они это делают, потому что они любят, это уже очень-очень взрослый этап по жизни. Я недавно от своей 12-летней внучки получила комплимент. Она мне говорит, бабушка, ты знаешь? Я начинаю понимать, что не все бабушки столько стараются дать, как ты даешь. Я всегда думала, что бабушка, это вот так. Так. А, говорит, я начала разговариваться с одноклассницами, я вижу, что далеко не всегда. Я про себя подумала, очень приятно, что уже в 12 лет начинает быть понятным, что это не все всегда. Что я ей вслух сказала? Потому что я тебя очень-очень люблю, и мне тебе хочется делать подарки, куда-то с тобой ходить и так далее. То есть у этого есть причина. Так вот, большинство родителей даже не думают, что нужно детям говорить, что они их любят. Им кажется, что дети это сами понимают. Теперь, было еще одно правило в европейском воспитании. Не надо говорить человеку, в чем он хороший. Почему? Потому что, если мы ему это скажем, он остановится на достигнутом и не будет пытаться дальше совершенствоваться. А вот если мы покажем ему на его недостатки, вот тогда он их захочет исправить. И с этой теорией воспитывалось не одно поколение детей, а несколько. Теперь, человек, который слышит, ты нерешлив, ты вечно опаздываешь на уроки, так он не слышит, как одновременно в голове у родителей проходит пластинка за то, какая она у меня красивая, какая она у меня умная, сколько по дому помогает. Это мама говорит себе. А девочка слышит, что она нерешливая и неорганизованная. И вот она растет с мыслью, что она нерешливая и неорганизованная. И, конечно, мы слышим, мы видим какие-то доказательства, вещам. То есть, скажем, красивая девушка видит, как на нее смотрят, умная девушка время от времени слышит похвалы учителя. Но, в общем-то, у очень многих людей нет достаточной базы, чтобы сказать о себе. Я хороший, талантливый человек со многими способностями, и у меня есть недостатки тоже. И я помню, когда я только начинала учиться на своих курсах для консультантов по семейным проблемам, нам там сдали такое упражнение, что каждая должна была сделать себе комплимент вслух. Значит, первым делом началась война. Нескромно, что значит, как этот человек себе делает комплименты. Это значит, что этот человек нескромный. Ну, это наш психолог прошел, и он хорошо объяснил, кстати, я это говорю всей публике, что вопрос, как я на это смотрю. Или я считаю, то, что, скажем, я человек, которому легко учиться, это моя заслуга, или это мои таланты, которые мне даны в подарок, и я их могу использовать. Если я считаю, что это моя заслуга, что я родилась способной к учебе, то у меня действительно нос будет кверху, и я буду на людей смотреть снизу кверху. Но если у меня есть хоть капля здравого смысла, я прекрасно понимаю, что способности к математике не приобретают, а рождаются, то есть их можно развивать, но кто к математике не способен, не сможет стать вторым Лобачевским. и даже меньше того, докторат по математике не сделает, сколько бы ни старался. Но если я понимаю, что это мои силы, то когда я себе делаю комплимент, то я себе напоминаю, это вещь, при помощи которой я смогу работать дальше. я помню, когда я была невестой, мы как-то с мужем, тогда женихом, разговаривали, как мы материально устроимся, мы переезжали в другой город, не тот, где мы жили, как девушка и парень, и он мне говорит, ты не волнуйся, у меня золотые руки, я тебя всегда прокормлю, я умею делать все. Я на него смотрю и говорю, главное, ты у меня такой скромный. Он мне говорит, никакого отношения к скромности или нескромности не имеет. Что я сделаю для того, чтобы родиться с золотыми руками? Ничего, это подарок от Бога, но я знаю, что я его могу использовать. Так вот, я возвращаюсь к первому упражнению, которое нам психолог дал. То есть, мы просто должны были сделать себе комплимент. И это был анекдот. Сидит группа из 25 женщин. И вот каждая начинает, я умею, или я делаю, или я знаю то-то и то-то хорошо, но... А психолог каждый раз прерывает и говорит, стоп, без но, повторит только фразу до-но. И это было очень сложное упражнение. Женщины этим но буквально задыхались. Потому что у большинства из нас оно сидит в горле. «А теперь, когда человек слышит критику, то вот на эту кнопку «но» нажали. А, он наконец-то разгадал, что я безрукая. То есть, вот пока мы встречались, он это не понимал, так, потому... А сегодня он мне сказал, что завтрак невкусный. Так? Вот начинается обида. Сам готов себе завтрак. Так? А почему? Потому что для нее он нажал на ту кнопку, на которой написано «У тебя плохие... Ты плохая хозяйка и не умеешь вкусно готовить». Ужасно обидно, когда на эту кнопку кто-то другой нажимает. И так совсем. То есть, большинство людей, когда они слышат какую-то критику, они к ней не способны относиться спокойно, потому что они сами в себе не уверены, и вот этот человек, который их критикует, он им наступает на больное место. А когда человеку наступает на больное место, то он не думает это полезно, не полезно, хорошо, нехорошо, он реагирует отрицанием, отталкиванием, обидой и так далее. То есть, если я каждый раз так реагирую, значит, что они наступили на место на больное, может быть, который даже с вами знает на больное. Совершенно верно. Может, тем же, что он не паскарит. Конечно. Что же я себе скажу внутри, я плохая хозяйка. Те, кто это умеют, у них есть шансы исправить, а большинство скажут, я могу комплект, чего я слышала, он привередливый. У него в семье еде уделяют чересчур большую важность. Сколько можно думать только об еде? А что, простой картошкой сыт не будет? Если я на самом деле не очень аккуратная, но это факт, это не то, что человек говорит, что ты неаккуратна, это не есть, это реальность, это природа, то есть человек может на земле работать, но это есть, то есть все равно это задевает, нет? если я могу себе сказать, окей, я не очень аккуратная, зато, так и так, вместо но, зато, так, тогда я легко справляюсь с тем, что я не очень аккуратная. Я помню, как меня годы мучило, что я очень медлительная, и мне это высказывали самые разные люди, пока я не поняла, что это другое название, я просто очень основательна, так, с тех пор, как я поменяла заголовок, когда мне говорят, ты что-то делаешь медленно, я говорю, конечно, я хочу, чтобы это было сделано качественно и как следует. что я медлительно ищу, как, это ужасно неудобно и неловко. Девочки, это мой не обращайте на него внимание. Так, так вот, двинемся дальше. Короче, когда мы критикуем человека, то мы наступаем ему на мозоль, так? Теперь, есть случаи, когда человек говорит себе, да, это правда, но я с этой правдой могу справляться, так? то есть, допустим, действительно, я не очень аккуратная, зато я такая яркая и с такой фантазией, мне некогда прибрать, потому что я хочу что-то такое заманчивое тут сотворить и сделать и так далее. Так, тогда человек в этом выстаивает. А если он не умеет себе в душе сказать за то, то этот человек начинает обвинять другого в педантизме, в немыслимой придирчивости, в том, что ему вещи дороже мира в семье и так далее. То есть, что мы делаем? Такая критика очень часто вызывает такую замечательную игру, которая называется сам дурак. Раз критикуешь, критикуешь, потому что у тебя вот такие недостатки, и опять я в иудаизм могу сразу залезть и объяснить, что человеку, которого нету такого же недостатка, он его не видит в другом, а это он проецирует на мне и так далее. То есть, я всегда сумею устроиться. То есть, для большинства людей критика это удар ниже пояса, и реакции, они страшно неприятные, и обиды сильные, и ничего хорошего не получается. Окей, ну а что же делать? И вот сюда мы выходим. То есть, критиковать человека так, так, чтобы он от тебя мог что-то принять, это искусство. И там, где говорится, что нужно, я сейчас говорю с точки зрения иудаизма, что нужно высказать человеку то, правду о нем, говорится, но только если он это услышит. И если он не услышит, лучше смолчите, не надо. Так вот, как сделать так, чтобы человек мог услышать? Существует целый ряд вариантов. Начну с первого. Во-первых, давайте говорить не о человеке, а о результате его действия. То есть, то, что у кого-нибудь подгорела яичница, еще не значит, что она плохая хозяйка. Это значит, что телефон позвонил не вовремя, так, ребенок заорал, и мама побежала проверять, что случилось, или, я извиняюсь, приперла в одно интимное место, и так бежали туда, что газ забыли выключить. И такое может с человеком случиться. Так вот, сейчас еда сгорела. Это еще не значит, что тот, кто ее сжег, она плохая хозяйка. Поэтому я не обязана сидеть и набиваться подгоревшей едой, которую мне кто-то дал. так, но если я хочу сказать, извините, я чувствую тут немножко пригоревший вкус, так, это не сказать, что вы мне подали, на что это похоже, где твои глаза были и так далее. так. То есть, когда мы критикуем результат действия, человеку обычно гораздо легче переносить это. Скажем, ты знаешь, этот пирог у тебя получился не очень не очень удачным. Если я еще и добавлю за то, за то, скажем, запеканку, которую ты сделала, просто пальчики оближешь, тогда можно спокойно выслушивать про пирог. Если человек даже это не может, то критик, в кавычках, для себя должен понять, насколько тот человек не уверен в себе в этой области, до какой степени ему болит то место, куда я его задеваю, и оставить его в покое. То есть, если человек не способен перенести критику не в отношении самой себя, так у тебя вечно не убрано, это действительно ужасно оскорбительно, так а когда говорят, ты знаешь, если бы ты собрала здесь детские игрушки перед моим приходом, я бы был очень благодарен, это что-то совершенно другое, но если на второе реакция, как на первое, значит эта женщина настолько неуверена в себе, в ее способности поддерживать порядок, содержать квартиру чисто и так далее, что стоит отложить критику, она сейчас не слышится, она проходит мимо ушей, попадает в самые неприятные места, прямо в сердце. теперь второе, на многих предприятиях сегодня людям говорят, вот у нас есть собрание, на котором нужно разобрать, как, почему, скажем, была неудача с распродажей того-то и того-то, все знают почему, потому что неправильно разнесли по магазинам, потому что образцы были неудачные, потому что вещь, которую предлагают, вышла из моды и так далее, так вот, на хороших предприятиях сегодня такая критика не принимается, каждый, кто сказал критическую фразу, должен дать предложение, как исправить то, что он критикует, а если он не может дать такого предложения, может, это значит, что нельзя было сделать по-другому, то есть, если я, скажем, захожу домой и вижу, как моя дочка ставила эксперименты, как печь пирог, ну, эксперимент выглядит очень плачевно, все вымазано, залито, вместо пирога получилась такая лепешка, которую трудно раскусить, сладкая, правда, так, теперь я могу ей сказать, что ты берешься за то, что ты не умеешь, и добиться того, что она к печке больше не подойдет, я могу ей сказать, этот пирог вышел очень неудачным, и дать ей почувствовать провал, а я могу ей помочь научиться на ошибке, ну-ка, давай посмотрим, что случилось, когда ты пекла, так, а, во-первых, выясняется, что ты забыла, это, распылитель, он называется, а вкатов я, разрыхлитель ты забыла положить, поэтому не поднялось, во-вторых, нужно жидкое и твердое класть по очереди, каждый раз перемешивать, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, слушайте, как замечательно, у нее теперь есть способ, как в следующий раз печь пирог лучше, так вот, когда мы хотим, чтобы от критики была польза, должны быть какие-то рациональные предложения, как это сделать, потому что, если мне говорят, следи, чтобы дети не раз, мне женщине говорят, следи, чтобы дети не разбрасывали игрушки, а как следить, так, так вот, когда человек может сказать, может, ты можешь занять его не игрушей, не пятью играми одновременно, а спустить только одну игру, когда ему надоело убрать ее, так, то есть, дать какие-то предложения, посидеть, посоветоваться, критика уже не оскорбительна, человек начинает задумываться, действительно ли можно исправить, как можно исправить, что можно сделать, я на этой неделе купила себе что-то на распродаже, показываю мужу, он мне говорит, вещь сидит неудачно, я, значит, я говорю, а в чем, он мне показал, где и что, я говорю, подожди, я попробую поправить по твоим указаниям, он посмотрел, говорит, нет, это не получается, ты, значит, я извиняюсь, для меня блузка была несколько декольтирована, я ее попыталась собрать, так, он мне говорит, посмотри, какие некрасивые складки от этого пошли, так нельзя, занеси портнихе, так, слушайте, вместо того, чтобы надуться, что тебе не нравится мой вкус, и вот купила, а ты не говоришь, какая я красивая, критикуешь, человек очень точно высказал, что, сказал, как он считает, что это можно исправить, это воспринимается совершенно по-другому, следующее, давайте научимся хвалить, то есть, я всегда говорю, если на одну критическую фразу приходилось бы хоть одна положительная, люди бы уже обижались гораздо меньше, но обычно похвала это разбежались, с какой стати хвалить, а вот критиковать сколько угодно, и так везде, то есть, если скажем, мы я преподаю на иврите девочкам, которые владеют русским языком, а иврит для них чужой язык, если говоришь ученице, твой ответ на иврите написан ужасно, нельзя понять ни одного слова, тот, что ты там говоришь, это безграмотно, она еще больше убеждается, что она иврит не знает, если ей говоришь, ты знаешь, вот здесь вот ответ на иврите, вот эти фразы уже были совершенно правильные, так ты продвигаешься, в следующий раз обычно уже есть два таких ответа, то есть когда человек слышит комплимент, мы делаем инфузию, мы ему вливаем силы, а люди очень часто забывают это сделать, причем это так просто, допустим, я захожу и вижу, что муж сделал покупки и купил ужасные баклажаны, каждый как камень, то есть ясно, что внутри будет много семечек, баклажаны будут горькие, невкусные и так далее, большинство так и говорят сразу, что ты купил, я тебе уже объясняла, что баклажаны нужно покупать только легкие. А вообще, за то, что зашел в магазин, спасибо сказали, то, что купил, кроме этого, хорошие твердые огурчики, красивые помидоры, картошку хорошего сорта, заметили? Так если критика прозвучит так, ты знаешь, овощи, которые ты купил, замечательные, но в следующий раз постарайся упомнить, что тяжелые баклажаны горькие, я не думаю, что человек обидится, так я предлагаю мои баклажаны распространить и на другие вещи по жизни. Дальше. Есть вещи, которые нельзя критиковать никогда, и не важно, насколько они правильны. Мы не критикуем воспитание, которое отдали мужу его родители, мы не критикуем его родителей, мы не объясняем, как фрадианцы, почему, значит, что он себя ведет так, потому что мама его плохо к горшку приучала и так далее. Оставим это для психолога. Сейчас многие вскинутся и скажут мне, да вы не знаете, сколько он сам критикует своих родителей. Это его дело. так, а теперь давайте подумаем сами про себя. У скольких из нас есть зуб, вот такой клык, на собственных родителей? У каждого, я не знаю, таких родителей, на которых бы не было никаких обид. Так, и я даже могу это сказать, так, но пусть только кто-то попробует мне это сказать. Так, потому что кто в конце концов для нас самый дорогой человек, так, и слышать, как его критикует другой, страшно неприятно. То же самое, я всегда говорю, ну вы для этого маленькие, еще слава Богу, я женщинам постарше говорю, ради Бога, не критикуйте мужа перед женой вашей дочерью, не критикуйте дочь перед ее мужем. Так, не надо. Когда вы это говорите, самый сильный человек высказал свое мнение. Очень тяжело ложится. дальше. Мы не называем человека кличками и оскорбительными именами. Не, не, я сейчас не имею в виду, я извиняюсь, я уже давно сказала, что для меня разговоры и ругания, они просто неприемлемы, поэтому я это не обсуждаю. Я не имею в виду, что мы ему не говорим, что он идиот, и еще красивые словечки. Так, я говорю, мы не определяем его качество. То есть, я не говорю человеку, ты не реха. Я говорю, эта вещь выглядит на тебе небрежно. Или, ты знаешь, у тебя вот тут на рубашке есть пятно. Так, я бы в жизни сама так не вышла из дома. А кто сказал, что он так вышел из дома? Может, он его посадил где-то по дороге? Так? А даже, если он так вышел из дома, может, он чем-то был занят и так далее. А кроме того, допустим, что он правду неряха. Скажите, как вы думаете, от этого комплимента он непременно станет чистоплотным? Так вот, мы не говори, мы не даем ярлычки отрицательным качествам человека. То есть, я ему не говорю, ты, ты грубый, ты жестокий. Я да, могу пожаловаться, что ты знаешь, в отношении меня то, что ты мне не сообщил там что-то очень важное, и я очень волновалась из-за этого несколько дней, было некрасиво и жестоко. Это отдельный поступок. Он из-за этого не стал плохим, жестоким человеком. То есть, я могу высказать свою обиду на поступок, я могу сказать, что я прошу не делать, но я не называю человека кличками. Я уже не говорю о грубости. Так? Это просто оставим в скобочках. Теперь дальше. Я если мы хотим, чтобы критика дошла, ее нужно говорить в подходящее время. То есть, я в жизни не забуду, я когда-то разыгрывала с женщинами сценку на тренинге таком, как себя вести, если человек, который с тобой разговаривает очень критически, значит, муж заходит в дом и начинает сразу критиковать. Так? Ну, и мы играли так. Я была жена, где муж заходит в дом, а дома погром, то есть мы договорились, что условия, что тут ногу негде поставить, а значит, мама крутится с грудным ребенком на руках, посреди этого погрома ребенок орет. и одна женщина вскочила и сказала, пожалуйста, я играю мужа. И она сказала только одно слово, а я играла, и я почувствовала себя растоптанной. Она зашла и сказала, опять? То есть я вам говорю, что мне было крайне трудно среагировать правильно. Почему? Потому что, во-первых, я уже не говорю о том, насколько это говорит, что о тебе человек думает, как он тебя размазывает по стенке одним единственным словом. Но время насколько неподходящее. Она сейчас крутится с этим орющим ребенком на руках. И, собственно говоря, она не успела хоть чуть-чуть прибрать перед его приходом, потому что ребенок кричал и не давал этого сделать. И сейчас нет никаких шансов, чтобы он услышал, чтобы она услышала, как он ей хотел сказать, что ему ужасно важно зайти в дом, когда там убрано, хотя бы что он хотел. А так получилось так, как мы любим говорить. Хотелось по-хорошему, а получилось как всегда. Так, теперь, а как этого могло не быть? Во-первых, это было не подходящее время, а тайминг, дорогие мои, это штука решающая в отношениях. Вы знаете, я никогда не забуду грубую ошибку, которую я сделала как учительница, еще очень молодая учительница. Не знаю, или моя ученица, она сегодня учительница, в нашей школе ее еще помнит, но я помню. Они должны были написать рефераты, и она мне сдала свой реферат очень толковый и хороший на двух листочках, вырванных из тетрадки спиралью, то есть так, и соединенных скрепкой. Так, и что я сделала? Я взяла, помахала этим рефератом при всем классе и говорю, девочки, вы думаете, мне его хочется в таком виде читать? Она начала плакать, а я уже потом не знала, как извиняться, потому что если бы я сделала это не при всех, не на уроке, а с глазу на глаз, и когда мы были сами, и сказала бы ей даже то, что я тогда не сделала, что, слушай, я не приму у тебя реферат, когда он выглядит, так неаккуратно, слез бы не было. Но вот сейчас это было настолько не к месту, настолько оскорбительно, что я хотя бы для себя этот урок запомнила надолго. Так вот, вот это опять, которое та женщина сыграла, это было мое помахивание реферата. Теперь он действительно хочет, чтобы его встречал чистый дом на входе, просьба легитимная, так? И, может быть, даже мужчине надоело этого добиваться. Но говорить это сейчас, когда маленький ребенок орет, это точно будет пропущено мимо ушей. точно так же, как мне моя мама, чтобы она была здорова, говорила, какой первый признак плохой жены? Жена, которая пилит голодного мужа. Так мне женщины со смешочком говорят, так надо покормить, чтобы пилить. Да, надо покормить, потому что если я хочу, чтобы до него дошло то, что я ему говорю, он должен быть способным слушать. А если он сейчас голодный, усталый, то все, что я говорю, это не критика, это вопли. Может, это вопль раненой души, я не спорю. Кстати, у него это тоже может быть вопль раненой души, но не надо говорить, что от этого есть хоть какая-то польза в отношениях. Это спустить пары. Так? А вот если я хочу поговорить об этом и хочу чего-то добиться, то выбирают правильное время. То есть, когда ребенок уже в кроватке и спит, и ты уже предложил жене стакан кофе или чаю, и она уже посидела минут 15-20. и теперь, если он ей скажет, дорогая, ну мне правда ужасно тяжело заходить в дом, когда меня встречает ковер наброшенных вещей, что можно сделать в этом отношении, это будет разговор. Так? Теперь, очень может быть, что она скажет, ничего, ребенок орет, я не могу ничего делать, я не могу собрать, мне очень жалко, что я не могу удовлетворить твою просьбу, но это не потому, что мне наплевать на тебя, но, по крайней мере, он будет чувствовать, что кто-то его выслужил, кто-то к этому отнесся и так далее. А когда эта критика как удар по голове, так все, чем она захочет ответить, вот возьми сам ребенка и наводи тут порядок, будешь целый день сидеть с детьми, я посмотрю, какой у тебя будет порядок. Я не сомневаюсь. Вопрос только опять-таки, или наши отношения от этого улучшаются или ухудшаются, то есть, ведь у каждого из них в голове сейчас проходят сценарии от критики, которые второй может быть совершенно не имел ввиду. То есть, она себе говорит, он не ценит того, то, что я доделаю, он себе говорит, я ей не важен даже мелочи, которые я прошу, а что, женщина, это не мелочи, сколько минут в глазах мужчины нужно на то, чтобы собрать игрушки с пола. Три минутки, правда? Совершенно верно. Такой смайлик портится сразу, я же делаю. Так, вы знаете, во-первых, я поэтому всегда говорю, что очень полезно время от времени дать попробовать египетского рабства второй стороне, то есть, что значит египетского рабства, там мужчины женской работой занимались. у меня пару недель назад была пара, где она сейчас сделала курсы, и ей нужно было уехать на экзамены в другой город, то есть, она отсутствовала целый день, а ему, так как им важно обоим это общее решение, что она эти курсы должна закончить, так как они рассчитывают, что она получит работу, он остался на целый день с детьми, так они были у меня после того, как это уже произошло, и он мне говорит, я честно должен отметить, что я справился, и может даже справился лучше ее, я не кричал, не нервничал, но я понял, что мне к вечеру уже вообще ничего не хотелось, ни есть, ни пить, ни дышать, ничего, мне остачертело, и я понял, что, наверное, ежедневно это ужасно, это было так, очень полезно, но, девочки, я возвращаюсь к критике, если вместо того, чтобы объяснить друг другу, чего мы ждем, что нам важно, что не важно, так, мы заходим с порывом критики в дом, или наоборот, принимаем вторую сторону с порывом критики, мне, одна мама мне говорит, я сейчас не про мужа и жену, что не делаю, никак не могу добиться, чтобы ребенок в своей комнате поддерживал порядок, и говорю, стоп, у меня первый вопрос, а этот ребенок знает, что в ваших глазах называется поддерживать порядок, но мне говорят, это интересный вопрос, я говорю тогда, как вы хотите, чтобы он его поддерживал, то есть, я знаю, когда в общежитиях есть инспекция, про которую объявляют за 15-20 минут до ее прихода, есть замечательный метод навести порядок в 15-20 минут, все собирается и запихивается в шкаф, теперь только главное, чтобы дверца не открылась и все не выпалилось при инспекторе, так вот, я всегда говорю, добавьте к технике мешок, в который это завязывается, но не об этом же это мама говорит, то есть, если ребенок считает, что мама хочет, чтобы на полу ничего не валялось, и он все убрал в шкаф, а мне на этой неделе мама говорит, а я говорит, извиняюсь, он еще мочится в постель, и вот он может мокрую пижаму с чистыми вещами, вот так запахнулся, и говорят, так как он должен знать, что такое порядок, если мы не сели, не обсудили, то есть, опять, критика, которая совершена неконструктивно, вместо того, чтобы прийти и сказать, у тебя в комнате вечный погром сказать, смотри, дорогой, дорогая, я жду, чтобы грязные и мокрые вещи отнесли в стирку, чистые, пусть даже запхнули куда-то, так, и, значит, убрали постель, мокрую постель с кровати, теперь ребенок понял, что я от него требую. теперь я могу, если это не сделано, критиковать конкретно не сделанный момент, так, то же самое, вот, вернемся к этой моей паре, где он опять заходит в погром, а ей опять хочется запустить ему чем-нибудь в голову, так, вместо того, что они друг другу наговорили, потому что было под горячую руку, когда люди садятся и обсуждают, и не обсуждают ее проблемы как плохой хозяйки, а обсуждают мои нужды и мои просьбы от нее для того, чтобы это было сделано, и не обсуждают, почему он такой плохой отец, что на меня все валится, а обсуждают, что для того, чтобы я могла делать одно, второе, третье, по дому мне нужна помощь с ребенком, ты бы мог в этот час с ними поиграться, то вместо обид. У нас очень конструктивная критика, и мы обсудили проблему, и никто не обиделся, и все довольны. Если же, я опять возвращаюсь, если же я вижу, что такое обсуждение с человеком невозможно, то есть, скажем, я женщина говорю, мне нужно, чтобы ты сейчас занял детей для того, чтобы я могла за этот час отдохнуть, выйти на свежий воздух, убрать в квартире, слэш, 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 проставьте, что хотите, или все вместе взятые. А мне отвечают, я знаю, что я в твоих глазах плохой отец, и не занимаюсь ребенком. Слушайте, по вот этой вот вспышке, это сейчас не на меня реакция, не на то, что я говорила, нечего отбежаться, у человека есть рана, а я случайно туда попала пальцем. Рану пока не залечим, невозможно требовать от этого человека, чтобы он действовал как здоровый. иногда процесс залечивания раны он не короткий, так? Иногда можно это сделать быстрее, но ясно, что проблема она более глубокая. Теперь единственный способ, которым я не рекомендую залечивать такие раны, это сказать ему, слушай, ты реагируешь на мои просьбы неадекватно и иди к какому-нибудь консультанту. Потому что совершенно ясно, что в этот момент я его рану только увеличила. Кстати, меня всегда спрашивают, ну а что делать, если я глубоко убежден, убеждена, что консультант нужен? Так? Я всегда говорю, объявляю, что идем вместе решать мои проблемы. У меня неправильная реакция на эту вещь. Давай пойдем и послушаем, как я могу построить правильную реакцию. А когда мне говорят, ну так иди сама, я же полностью в порядке, отвечают, конечно, ты в порядке, но мне очень поможет, если ты выслушаешь от психолога, как правильно реагировать в таких ситуациях. Все, теперь мы дошли до этого специалиста. В 90 случаях из 100, если человек только по-настоящему профессиональный, он очень быстро поймет, что нет та проблема по поводу которой мы пришли, она является настоящей проблемой. А у вас бывают надежные случаи? Бывают, когда у человека действительно настолько растоптали. Во-первых, смотрите, есть то, что называется психологические отклонения личности от нормального. И это люди, которые всегда и всю жизнь правы. Я один раз столкнулась с такими. Значит, он привез жену ко мне на консультацию, не пустил ее автобусом, привез. И сказал ей, что он ее будет сидеть и дожидаться в машине. Она сказала, что он может уехать, потому что это длинная история. Так? И значит, она, он, он героически остался. Так? Я не знала, что он ее дожидается, но это не важно. Минут через сорок звонок. Где твоя совесть, если ты заставляешь человека мерзнуть по такой погоде сорок минут в машине, зная, что я тебя дожидаюсь, как ты могла сидеть и столько времени разговаривать. Поняли, как построили ситуацию? А теперь она, она начала плакать, что вот он меня всегда критикует за плохое отношение к нему, за то, что я не забочусь. И говорю, дорогая, при чем тут вы? Вы его просили ждать? Нет, не просила, но он замерз, он... То есть такой человек внушает второму, что он виноват. У этой истории было потрясающее продолжение. Он объявил, что он со мной хочет поговорить. Сандер, я же работаю. Он пришел, и первая его фраза была, скажите, вас совесть не мучила, когда вы разговаривали с моей женой, зная, что я мерзну в машине. Слушайте, в первую секунду у меня было желание сказать, что я не знала, что он сидит и ее дожидается. И тут я поняла, что он меня уже загипнотизировал, и я уже беру вину на себя. Потому что я чувствую нужду оправдываться. Поэтому я очень спокойно сказала, я считала, что вас никто не держит, и вы можете уехать. А вы можете быть такой эгоисткой, чтобы оставить женщину по плохой погоде, добираться потом автобусом, я так не могу. и я сказала, значит, и дальше он мне объяснял, как все люди знают, какой он добрый, какой он хороший, вот только жена это все не ценит, и так далее. Так в таких случаях я поднимаю руки и говорю, что я боюсь, что я ничем не могу быть полезной. Но это очень редко, и в этих случаях это самое страшное, потому что агрессор себя превращает в жертву, и его критика нас раздавливает до такой степени, что мы начинаем думать, что мы себя вели неправильно и агрессивно. Так это патология. А я всегда говорю, всегда и всем, я свои уроки даю о нормальных человеческих состояниях, так как я не психолог, а семейный консультант, и уж понятно, не психиатр. Так поэтому я с этим разбираться не берусь. Я да, готова сказать человеку, который попал в эту ситуацию, слушай, спасайся бегством и поскорее, потому что тебя раздавят. И что, они разве есть? Не знаю, я не знаю продолжения. не, не. То окей, по времени, значит, чтобы оставить время на какие-то вопросы, я хочу быстренько подвести итоги того, что я говорила. Значит, первое, критикуем крайне редко и только, если я высказываю, и хорошее, в первую очередь хорошее. Я знаю, очень многие люди говорят, да, вот ты сейчас сказала то-то, то-то, но сейчас же будет критика. Я говорю, да, никто не совершенный, ни я, не вы. Поэтому при всех вот этих вот достоинствах вот тут есть что-то, что можно и нужно исправить, но все остальное замечательно. Так? То есть начинаем с комплиментов и, если нужно, подчеркиваем то, что нет. Второе, не критикуем человека, критикуем его действия. Третье, не устраиваем психологического разбора, почему он так делал, оставим это для специалиста. В-четвертых, стремимся к тому, чтобы наша критика была конструктивной. То есть, когда я критикую, я одновременно предлагаю какую-то вещь. И если мне человек, это очень важно, если человек мне говорит, нет, мне это не подходит, значит, это предложение не годится. Например, мне не подходит предложение все записывать. Я это не люблю. Так? Я могу другими способами делать себе какие-то напоминалки. Так? Но все записывать это не для меня. Есть люди, для которых это прекрасное предложение. Так если то, что я предлагала, не подходит, или он мне предлагал, ищем дальше. Последнее тайминг. Не критикуем человека под горячую руку, говорим спокойным голосом, когда есть шансы, что что-то дойдет, и когда мы продумали то, что мы говорим. А теперь если есть вопросы, то это время для них. К сегодняшней лекции хотела очень видеть моя подружка, но, к сожалению, она живет в директору, и она написала, чтобы я у вас спросила, что делает ситуация, если супруг ее всегда в чем-то обвиняет. у него как-то приходит он с работы, и у него плохое настроение, и он ищет в чем обвинить жену. Есть только один способ избавиться от этого. Обычно человек, который всегда критикует, оправдывается. ухудшается. То есть, когда почему не убрана, не успела из-за детей, почему не сварена была, так, а тебе начинают отвечать, что то, что ты говоришь, это неверно, ты должна была организоваться, и критика только по спирали ухудшается. вместо этого говорят, дорогой, тебе не повезло, это то, что я могу и умею. Да, но ты должна стараться больше. Я стараюсь, это то, что я могу и умею. Когда это будет сказано спокойной улыбкой, один раз, два раза, пять раз, пропадет интерес это делать, потому что если он приходит с работой в плохом настроении, то есть на ком его спустить, так, а если я говорю, слушай, вот я такая, так, это то, что я могу, это то, что я успеваю. Мне когда-то одна женщина сказала, что мне муж всегда говорит, а как моя мама успевала, я ей говорю, а вы скажите, смотри, твоему отцу, который был в разводе с мамой, очень повезло, что у тебя была такая талантливая мама, так, а что делать, я не такая талантливая, то есть в тот момент человек понимает, что у него не получится обидеть, разозлить, рассердить, он перестает так реагировать. Нет смысла. Если он в нормальном состоянии, конечно. Это вы знаете, мне одна женщина жаловалась, что у нее муж начинает орать, когда он чем-то недоволен, причем, говорит, словечки шли, а я говорю, а что вы делаете? Она говорит, я отвечаю, что нельзя так разговаривать, что культурные люди так не говорят, что это грубость, что меня это обижает. Я говорю, а он? А он орет еще громче, пока не спустит парень и успокоится. Я говорю, слушайте, дорогая, поставьте эксперимент, скажите ему, я не позволю с собой так разговаривать, мне это неприятно, только таким голосом, как я сейчас говорю, зайдитесь в ванную и закройтесь там. мне говорит, он дверь сломает. Я говорю, значит, вам придется выплатить так, но пока он кричит, бьет кулаками или каплуками в дверь и ведет себя неадекватно, вы молчите и не реагируете. Прошла неделя, она мне звонит и говорит, цепор, а я не догадывалась, что можно такое чудо за неделю совершить. все люди, которые любят, не человек сказал замечание тут, замечание там, деловое замечание, сказал комплимент посередке, а вот люди, которые любят зайти и разразиться потоком брани, пусть даже вполне цензурной, но все не сделано, не убрано, тут жить невозможно, невкусно, нехорошо и так далее, человек ищет разрядку, я не обязана быть его боксерской грушей. Смотрите, если он приехал и пришел, а ты первый на него начинешь работать. Тогда тогда я его превращаю в свою боксерскую грушу, а есть старое правило еврейское, то, что ты ненавидишь, не делай другому, но я не обязана позволять превращать себя в боксерскую грушу. А я это сказала, но секунду, давайте так, если я способна воспринимать критику, мне весь этот урок не нужен вообще. То есть, есть люди, которые, когда они слышат замечания, они говорят, да, правильно, он в этом прав, так, надо подумать, как это сделать. У этих людей есть полная уверенность в себе, как в личности, и он способен, такой человек способен выслужить, что у него есть какой-то недостаток. К сожалению, таких очень-очень немного. Об этом я сегодня говорила, человек, который способен к этому относиться по-деловому, то есть, мне говорят, вы знаете, мы когда поженились, так, мой муж, у моего мужа, мама Зихруна Левраха была профессиональным поваром. И муж, который наслужился от товарищей, как это есть первые попытки того, что женщины готовят, все время нашей помолвки пытался объяснять мне, какой он избалованный в отношении еды, какой он переборчивый, как я не должна обращать внимание, если он ничего не будет кушать и так далее. А я ему отвечала все время расслабься, я хорошо готовлю. Я начала готовить в очень раннем возрасте и готовила хорошо. Значит, короче, я помню, как мы приехали на свою квартиру, не в ночь свадьбы, а через пару недель уже на свою квартиру. Я сделала ужин, и он его пробует, доносит до рта и говорит, вкусно. Я улыбнулась. Значит, он пробует второе блюдо. Тоже вкусно. Так? Через несколько дней таких комплиментов я ему говорю, скажи, что ты ожидал? Он мне говорит, слушай, меня все предупреждали, что поначалу это кошмар, и я искал, как его избежать. Но ты правду очень вкусно готовишь. Теперь дошло до нашего первого шабата вместе. Он попробовал рыбу, которую я сделал, сказал вкусно, попробовал бульон, и говорит, ты знаешь, он у тебя очень жидкий, не наваристый, я люблю его совсем по-другому. я не чувствовала ни малейшей нужды обидеться. Я его спросила, а как твоя мама делает? Он говорит, понятия я не имею, но подними, значит, подними трубку и спроси ее. Я выяснила, что не хватало, что ему мешало. Я не чувствовала, почему, потому что я была глубоко уверена, даже и до его комплиментов, что я очень хорошо готовлю. Так мне про что-то сказали, я люблю это по-другому, пожалуйста. А вот когда мне говорили о порядке, я совсем не могу сказать, что у меня были такие спокойные реакции. То есть для того, чтобы задуматься справедливо ли критика, человек должен быть уверен в себе. Когда этой уверенности не хватает, мы ему должны помочь тем, что мы будем критиковать так, что не заденем его уверенность в себе. Есть люди, которые не все думают о том, что они говорят. Сейчас мы хотели, они сказали им всегда, что они критикуют это правда. Иногда они говорят, что они думают, а может даже не стоит об этом думать, а может даже что-то критика и вообще будет тратить все время думать о том, что они думают. Вообще то, что отличает человека от всех других живых существ, это способность думать. Поэтому я советую этой способностью пользоваться. То есть если мне человек сказал критику и она мне нравится, не нравится, я могу подумать, я считаю, что это справедливо или несправедливо. Знаете, что, вот я приведу пример. Здесь я была совершенно уверена в собственной правоте. Когда у меня дети были маленькие, я днем предпочитала играться, резать, клеить, строить из конструкторов и не поддерживать порядок в течение тех нескольких часов, что мы вместе. Теперь, если бы ко мне зашла свекровь или моя мама, или незнакомая женщина и спросили бы, как ты можешь жить в таком балагане, для меня было совершенно ясно, что я знаю, зачем я плачу этот балаган. Я бы не чувствовала себя от этого разрушенной. Так? А вот если бы мне сказали, что мои дети очень грубо разговаривают со взрослыми и некрасиво им отвечают, я не уверена, что я бы могла вдумываться это правда или это обидчивые взрослые. Но вдуматься надо, потому что я что-то должна с этим делать. То есть, когда меня покритиковал человек, который не делал это по всем здесь перечисленным правилам, я себя должна спросить, сам дурак или все-таки говорит правду. Есть еще вопросы? Окей, тогда добрый вечер. Всем всего хорошего. Желаю вам приятно провести Ибринам израиль. Спасибо. Спасибо. Спасибо.